добрый день дорогие друзья рад приветствовать вас на своем канале хотел сегодня заострить ваше внимание на теме пароизоляции которые используют при строительстве каркасных домов также используют когда делают перекрытия деревянные утепляют пока ты или крыши вот какую использовать пароизоляцию как правильно ее монтировать потому что часто вы задаете эти вопросы в комментариях вот я стараюсь как бы отписывать но хотел все таки поподробнее это все обобщить и вот снять отдельный ролик ну во первых хочу сказать что пароизоляции много существует вот самые дешевые это идут пароизоляции класса b то есть они тоненькие они частично защищают от пара но все равно какой-то коэффициент остается паропроницание вот есть пароизоляция класса d вот я ее использую вот она намного прочнее то есть она не прорывается так как прорывается башка вот также она двойная то есть у нее вот если и расслоить видно у нее два слоя первый слой просто пленка вам наверное не видно вот она пленочка просто обычная вот 2 уже как мешковина то есть они вместе склеиваются таким образом создается во первых прочная основа во вторых непроницаемая вот я ее использую для от того что для того чтобы защитить утеплитель когда дома каркасные строю и применяю также когда покатаны закрываем крык кровельная изнутри пароизоляцию то есть я ее стараюсь использовать потому что она во первых еще устойчивая культа фиолетовом облучению то есть не так разрушается как обычная пароизоляция башка потому что если вы не закрыли финишным материалом например гипсокартоном как данном случае то из-за того что солнце попадает она разрушается то есть у меня были случаи того что полностью в труху превращалась пленка и приходилось потом заново набивать новые новую пароизоляцию чтобы этого не произошло лучше сразу используйте усиленную пароизоляцию класса d вот ей проще работать она как бы лучше защищает и от пара соответственно минус конечно что она более гладкая вот в каком отношении то есть башка она имеет более шершавая поверхность также пароизоляции которые тоже есть двухслойные от из аспана в частности у них тоже одна поверхность шершавая 2 гладкая вот здесь в данном случае она тоже как бы имеет более гладкую поверхность с одной стороны шершавую с другой вот но все равно то есть если будет сильный пар он будет конденсировать на такой поверхности конечно в этом отношении она не очень хорошая вот но этого можно избежать то есть в данном случае у нас я забыл что такое пар что такое конденсат сейчас хочу некоторые моменты рассказать как их сбежать чтобы не образовывался на пароизоляции влага пар и таким образом все чтобы не мог у вас потолок не капала на него вот во первых нужно позаботиться о достаточном толщине утеплителя это самое первое самое важное потому что если у вас например вы сэкономили там вот у нас по региону волгоградской области 13 сантиметров идет вот я знаю в москве в питере по моему 20 сантиметров но так я как бы туда не ездил не работаю но слышал он то есть этим не надо пренебрегать соответственно лучше чуть-чуть перестраховаться если у вас идет 13 значит не меньше 15 15 20 это вообще замечательно вот мы делали некоторые дома 15 сантиметров основное утепление и снаружи фасад 5 сантиметров кидали это вообще то есть в таком утепление никакого мостика холода то есть все это понятно перерасход но я к чему это говорю к тому что лучше не экономьте потому что вы один раз затратитесь потом будете всю все время нахождение в этом доме во первых и на отопление экономить во вторых у вас не будет проблем с конденсатом вот это такой основной момент то есть после того как вы определились с толщиной утеплителя второй момент немаловажный это какой утеплитель потому что утеплителя я знаю даже некоторые используют минеральную вату чем отличается минеральная вата от каменной ваты тем что минеральная вата делается из путем вулканизации из обычного стекла а каменная вата из базальтных пород камни вот ну теоретически вроде бы похоже но самое главное это плотность плотность еще имеет значение потому что минеральная вата она более рыхлая соответственно имеет свойство садится и и часто бывали такие моменты когда вскрывали стены со временем она просаживалась и по периметру образовывались мостики холода соответственно где не было утеплителя вот вам и первый показатель конденсата потому что в этих местах по любому пленка будет мокрой потому что напрямую идет холод с улицы соприкасаясь с пленкой отсюда теплый теплый воздух конденсирует соответственно образуется конденсат вот чтобы этого не было сразу подумайте какой вы будете использовать утеплитель вот настоятельно рекомендую использовать каменную вату и обратите внимание на плотность то есть плотность идет 40-50 вот такой показатель вот он самый распространенный в принципе во всех магазинах его продают даже такие сетевые магазины как леруа мерлин вот они большой доступности это и технониколь и за рог и завал вот роквал ну то есть такие основные все они принципе по показателю неплохие мы все их использовали вот в данном случае у меня здесь технониколь на моей мансарде я использовал вот в принципе не жалею это у меня 15 сантиметров утепления идет вот у нас несмотря на то что я не везде швы проклеил с отдельно еще прошу и поговорю вот у нас везде то есть очень жарко очень жарко дом я уже говорил в предыдущих видео у нас на первом этаже кирпичной разницы где-то градусов 7-10 температура внизу температура на мансарде вот поэтому в этом отношении утеплитель хороший он не проседает он сохраняет свою форму вот в данном случае 50 плотность сюда взял технониколь вот я не жалею после того как вы определились с толщиной утеплителя с самим утеплителем следующее надо выбрать пароизоляцию изнутри чтобы обезопасить утеплитель вот я уже сказал о пароизоляции то есть пароизоляция идет дешка усиленная вот насчет швов спрашивали что сделать со швами то есть в данном случае нету клеющей ленты которая по периметру в некоторых пароизоляциях присутствует поэтому я клею просто обычный скотчем можно проклеить двойным скотчем двойным словом вот это делается для того чтобы здесь мостика холода не было потому что если будет сюда задувать соответственно в этих местах будет образовываться влага и она будет течь это особенно опасно когда это касается потолков каким образом застилается пароизоляция то есть я застилаю горизонтально вот чтобы был эффект елочки то есть если по той стороне у вас идет конденсат соответственно вы накрываете нижнюю верхнюю вот таким образом чтобы вода не заходила сюда чтобы она стекала за то же самое касается крыши то есть вы делаете по покату когда пароизоляцию соответственно у вас идет верхние верхняя пароизоляция которая вот так в длину она заходит за нижнюю вот так вот и проклеивается то есть чтобы если у вас конденсат с той стороны пленки когда тек он у вас нам на месте стыка заходил уже за следующую пленку чтобы даже если у вас по каким-то причинам будет там образовываться влага чтобы у вас сюда ни одной капли не попало пускай она лучше течет в часть уже кровельную туда вот там будет проветриваться потому что там у вас должна происходить естественная вентиляция свесов вот то есть пускай она лучше туда стекает здесь чтобы ничего не капало пускай стенки на крайний случай по стенкам тоже должна быть вентиляция вот то есть этот момент понятен чтобы я это еще делают для того чтобы было комфортно находиться внутри чтобы не ни одной капли ничего то что находится если по каким-то причинам и попадает в утеплитель чтобы это все проветривалась и выходила все наружу но никак не во внутрь помещения хотя такого еще повторю еще раз повторюсь такого не должно быть то есть туда не должна попадать влага но всякое бывает особенно это касается еще одного момента как часто до вода может попасть и влага это если у вас не подшиты фронтоны софиты имеется ввиду если например двухскатная крыша то есть она имеет форму двух скатов и по периметру должна зашиваться вентилируемым сайдингом таким образом если будет боковой ветер дуть под крышу чтобы не попадал туда не снег не дождь вот потому что если суда будет задувать и выпадать снег естественно он будет попадать уже на сам утеплитель и даже если сразу это не произойдет например не растает это может произойти уже когда будет тепло когда допустим весна наступит или потеплее дни то есть у вас просто на том месте где снег снег намело потом будет соответственно все это на голову капать вот вот для таких моментов если вы допустим не успели подшить софиты вот или ваши планы пока это не входило но чтобы не было дискомфорта я советую перестраховаться и сделать вот как я сказал но конечно это не по технологии то есть нужно софиты сразу подшивать потому что это дополнительно продувается утеплитель с боков отсюда заходит оттуда выдувает с друг с другой стороны ветер соответственно весь утеплитель у вас продувается насквозь и бывает так что даже пароизоляция поднимается и ходит от дуновения ветра то есть такого не должно быть естественно это теряется у вас тепло и толку от утеплителя уже никакого нет вот то есть это касается фронтонных частей то есть обязательно нужно их подшивать не забывайте есть это не то что там красота не обязательно то есть это очень обязательно и это очень сильно влияет на утепление самого дома всего чтобы у вас крыша не пробывалась далее еще многие говорили насчет перекрестного утепления в данном случае я это перекрестное утепление здесь не использовал хотя я планировал вот но по тому как здесь у нас сейчас тепло я думаю не имеет смысла потому что мы до того у нас тепло что мы даже с открытыми форточками спим на проветривание причем напротив одну с этой стороны дома другой стой и все равно нам жарко поэтому я хотел сначала использовать то есть как она делается перекрестное утепление то есть у нас сначала идут вот стойки мы утепляем по 60 сантиметров маты потом набиваем брусок пятерочку тоже через 60 ячейки и закладываем уже вот таким образом вот таким образом получается мостики холода перехлестываются естественно какие-то здесь может есть и щелочки и были вот таким утеплением вы все это перекрываете этот в таком при таком случае вообще тогда идеально получается никаких мостиков холода не будет и вы можете об этом забыть вот еще хочу обратить внимание что в данном случае мы на мансарде из-за того что у нас бюджетная как говорится вариант денег не всегда хватало на все вот мы пароизоляцию круговую использовали везде даже вот если обратить внимание я на пол набил на доски то есть мы сейчас данном случае здесь живем и частично по комнатам я уже делал это с гипсокартон вот по возможности вот я прокидывал отопление сейчас вот уже гипсокартоном занимаюсь вот это удобно в каком отношении когда дети то есть когда вы уже например финишные но заносите при пользуетесь здесь у вас одежда все чтобы пыли не летела с утеплителя вот это вот колючая то есть лучше использовать круговое круговую пароизоляцию я даже на пол кинул потому что даже по полу тоже может тянуть из-за чего из-за того что у вас например мурлатная доска лежит на которой вы уже строите стены может по ней сифонить чуть-чуть там тоже у нас дом старый у нас дома уже порядка 60 лет у нас много всяких дыр которые по кладке и все равно где-то что-то может задувать я дополнительно обезопасил пол на пол тоже кинул пароизоляцию и таким образом получилось что ниоткуда ничего не задувает пароизоляцию стеновую опустил перекрыл половой то есть чуть-чуть завел и скотчем проклеил то есть у меня везде идет герметичный единственный пол конечно я еще до конца не проклеил вот уже по комнатам это все делаю руки не доходит иногда вот еще хотел сказать насчет окон спрашивает как вы делаете как окна герметизировать вот я просто разрезаю наискосок и загибаю вот потом основное что я сделаю когда сейчас я покажу когда вот профиля подойдет вот я вообще не советую в каркасных домах на мансардах использовать из гипсокартона откоса я везде во всех домах какие собирал каркасные я делал пластиковые то есть из сэндвич панелей вот если кому интересная ссылочку в описании ролика оставлю то есть как они делаются собирается вот таким образом понятно что стена идет я просто кусочек стены покажу зашивается вот вплотную со стойкой вот здесь получается щель то есть ну как вы выставляете по уровню такая щелка вот пароизоляцию выводите сюда таким образом вот здесь вот эту часть можно запенить всю вот можно запенить можно не пенить я вот принципе наверно перестрахую запеню вот для чего это делается это делается для того чтобы если какой-то у вас есть движение воздуха за пароизоляции может какие-то там щелки еще что-то то в этом месте выходя на откос они могут конденсировать изнутри откоса чтобы этого не было лучше по периметру отсечь по периметру чтобы никакой воздух сюда не попадал на откос несмотря на то что откос сэндвич панели который будет собираться он имеет все внутри утеплитель то есть виде экструдированного пенопласта но все вроде бы он теплый но все равно лучше перестраховаться потому что в местах уголков там нет никакого утепления то есть куда он вставляется соответственно в тех местах может образовываться конденсировать влага будет стекать и на подоконнике будет лужа чтобы этого не было я советую по круговой когда вы соберете каркас накрутите гипсокартон по круговой все запинить и обратите внимание здесь также будет пениться вот таким образом собираться тоже запениваться вот потом ставится подоконник или в принципе сразу ставится подоконник вот но запенилась уже с этой стороны будет это уже как вы как вы привыкли собирать то есть либо сначала подоконник ставите либо потом после того как весь гипсокартон соберете устанавливайте подоконник вот здесь тогда не имеет значения как вот эту пароизоляцию делать можно и в ходе того что обрезать не обязательно чтобы она прям в угол туда заходила вот потому что я больше доверяю пене нежели вот этой пленки может может так создаться что она какой-то пузырь сделает ты думаешь что там все герметично самом деле там задувает поэтому лучше лишний раз еще запенить когда вы будете ставить откос чтобы все там было плотно и герметично вот так это я сказал насчет пароизоляции вот то есть я на откосы таким образом ее делаю вот еще еще такой момент как раз я уже говорил относительно труб что я пропускаю их мне задавали вопрос в комментариях как как быть не переживаете ли вы что трубы остаются за гипсокартоном но на самом деле вот за всю мою историю я ни разу не видел что переделывали трубы из полипропилена из металлопластикового у меня порядка наверное трех-четырех случаев было да из-за некачественного металлопластика просто труба на ровном месте текла прям вот она как идет стык у нее но его на самом деле не видно но как вот она собирается эта труба то есть она просто на ровном месте текла с полипропиленом такой проблемы нет поэтому я не переживаю абсолютно но интересен такой момент что даже если что-то и произойдет я знаю где у меня находится труба заведомо сантиметром можно замерить определить что она вот именно идет по этой плоскости дальше у меня идут через 40 сантиметров профиля горизонтально поэтому еще раз почему я рекомендую делать горизонтально чтобы если вам пришлось какой-то сделать операцию в гипсокартоне чтобы вам не мешались профиля потому что если у вас будут они идти вот так через 40 сантиметров естественно вы не сможете там не трубу вытащить ничего сделать если они у вас вот так идут вот так если они идут через 40 сантиметров то получается вот у вас коридор в котором вы можете спокойно вырезать кусок гипсокартона достать тот участок который у вас прохудился а как вы это можете определить в этом можете определить если будет в этом месте лужа уже на на самом половом покрытии допустим да то есть значит однозначно где-то здесь у вас на гипсокартоне может мокрое пятно быть то значит в этом месте где-то труба проходилась вы берете вырезаете вот такой участочек аккуратно снимаете сделать делайте запайку здесь допустим вот обрамляете профилем это место и назад этот же кусок прикручиваете зашпаклевывать и все то есть это я считаю даже если в плане ремонта это минимальные затраты не такие трудоемки вот и самое главное профиль они будут мешаться вот так что я вот не переживаю насчет батарей но зато они хорошую функцию играют относительно того что когда мы зашиваем гипсокартоном стену у нас пароизоляция становится холоднее потому что тепло не поступает изнутри соответственно пароизоляция будет холоднее и если вы чуть-чуть с утеплением про и проигрываете соответственно вас еще холоднее будет пароизоляция и тогда она может конденсировать вот чтобы вот этого не было эта труба будет под страховкой как раз тому что она будет прогревать пространство между гипсокартоном и пароизоляции то есть пароизоляция всегда будет теплой и никогда на ней конденсировать не будет пар вот в принципе вот все что хотел сказать вот если кому интересно как я зашиваю гипсокартон кто еще не видел я ссылочку оставлю в описании предыдущих роликов вот следующем видео еще некоторые моменты покажу по шпаклевки уже самого гипсокартона именно на мансардных этажах в каркасных домах как шпаклевать так чтобы они не лопались некоторые моменты нюансы расскажу в принципе все что хотел сказать какие то вопросы остались пишите в комментариях с радостью отвечу до новых встреч